37 малообеспеченных зареченцев подали заявление на заключение социального контракта с государством. Такое партнерство призвано помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Шесть адаптационных программ уже составлены и представлены в специальные межведомственные комиссии. Каждый случай рассмотрен в индивидуальном порядке. Ни один член комиссии не остался просто равнодушным. Каждый принял активное участие в обсуждении. Я считаю, что все наши рекомендации, а комиссия может рекомендовать, они были очень хорошо продуманы, обоснованы. И я думаю, что в таком режиме работы дело будет налажено. Заключить социальный контракт и получить государственную поддержку могут только малообеспеченные граждане. Средства, которые выделяются после подписания документа, могут быть направлены на обучение или повышение квалификации для поиска работы. На организацию предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. Социальный контракт – это не просто выплаты пособий. Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и государством. А обязательства, они всегда стимулируют человека, стимулируют и развивают его экономическую активность. И человек развивается, может быть, увидит перспективы, и, конечно, это скажется и на достатке семьи, и, может быть, на приобретение новой профессии. В 2021 году в Заречном планируется заключить 151 социальный контракт. На эти цели выделено более 14 миллионов рублей. Заявления от малообеспеченных жителей Заречного на получение государственной поддержки принимаются в Департаменте социального развития. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».